Знаете, бывает такое мерзопакостное чувство, будто что-то мелькает в уголке глаза, на самой периферии зрения, словно мимолетное резкое движение, исчезающее, быстрое, неуловимое. Я работаю ночью, в темноте и тишине никто не отвлекает, можно спокойно писать, не оглядываясь хорошо снаружи. Своё кресло я расположил в окнах, чтобы в минуты раздумий и перерывов смотреть на тёмные пустые улицы. Это помогает мне сосредоточиться, так как ту ночь я сидел за ноутбуком, тёмные стёкла отражали мой сгорбленный силуэт. Погода была мерзкая, то ли дождь со снегом, то ли снег с дождём, поэтому работа не спорилась. Убийца уже достал нож и готовился сказать свою язвительную реплику. Да, реплику, которая как раз не могла прийти мне в голову. Я знал, что это должна быть простая, неёмкая фраза, которая сможет подвести черту под моей книгой, послужить своего рода эпилогом. Раздражённо ударив по клавишам, я устало выпрямился. Когда увидел, и даже не увидел, а скорее почувствовал уголком глаза быстрое движение где-то сбоку. Резко повернувшись, я увидел бледного человека, смотрящего прямо на меня. Я подпрыгнул от неожиданности, прежде чем понял, что это всего лишь моё отражение в окне. Ситуация заставила меня улыбнуться, вот незадача. Доля шизофрении как раз дополнит мой образ писателем-детективом. Твёрдо решив сегодня придумать реплику злодея, я бросил скучающий взгляд наружу. Было пусто, чтобы не сказать пустынно. В общем, я люблю свой родной городишко. Ночью он практически вымирает. Я бесцельно бродил взглядом по улице, когда снова что-то мелькнуло в уголке глаза. И соринка попала. Я моргнул. Да нет, ничего. Зато появилось какое-то мерзкое чувство. Очень мерзкое. Такое бывает, когда по ноге ползает паук, вы его ещё не увидели, но уже знаете, что он там. Я, если честно, боюсь пауков, и вечный мой разум выдаёт мне не самые удачные для меня сравнения. Я заглянул под стол. Естественно, никаких пауков там не было, но гадкое чувство не покидало. Что же за неудача? Я расстроенно откинулся на спинку кресла. Пойти спать, что он не спал. И снова оно. На этот раз я был готов. И неудобно вывернув шею, с широко распахнутыми глазами, Я посмотрел в сторону, где, предположительно, происходило какое-то неуловимое движение, которое не давало мне покоя. Взглянул и остолбенел. Здесь память подкидывает мне статичную сцену, будто бы увиденное было выжжено у меня в мозгу. Я увидел за окном детское лицо в ветвях дерева, что росло под моим окном. Белозубая улыбка до ушей. Один карий глаз шире другого, что придавало лицу немножечко безумное, или скорее удивленное выражение. Будто бы незнакомец не ожидал, что мне удастся заметить ее. Я не увидел в нем ничего угрожающего, никаких этих заштампованных клыков, когтей, провалов глаз. Оно не тянулось к мне своими бледными руками, не пыталось проникнуть в мою квартиру. Ребенок просто сидел в кроне дерева, держась тонкой ручкой за ветку, и смотрел на меня, широко улыбаясь. В другой его ручке было что-то отдаленно напоминающее очень потрепанный цветок. Помню, что по спине даже скользнула струйка холодного пота, и тело стало как будто ватным, как у мышонка, смотрящего в глаза голодному удаву. Я почувствовал себя этим самым мышонком. Что-то подсказывало мне, может, хваленая писательская интуиция, что для этого дитятка ничего не стоит войти ко мне в дом и порвать меня на маленькие неаппетитные кусочки. Было что-то в его облике, что-то такое. Не выдержав, я моргнул. Когда я вновь взглянул наружу, там уже никого не было. Возможно, это игра воображения. Возможно, просто ребенок, загулявшийся ночью. А возможно, моя гиперактивная фантазия сотворила из него персонажа очередной книги. Но вот дальше случилось кое-что, чего я объяснить не могу. Я сидел, обливался холодным потом, пытался привести свои мысли в порядок. Когда увидел, как ограничение зрения, что-то мелькнуло. Хлопнула форточка. А на моем столе, рядом с открытым ноутбуком, лежал высочий цветок, похожий на ромашку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok